Ребят, всем привет! С вами, как всегда, Джамбу Макс, и давненько не было полноценных видосов, да, каюсь, да, признаюсь, и надо исправляться. И поэтому сегодня мы поговорим о том, какой Xbox подпортил впечатление от Next Gen, наверное, подпортил практически всё восьмое и девятое поколение. Вот, поговорим о поколении консолей, почему это до сих пор важно, ну а также расскажу, как Xbox One остался без двух популярных серий игр. С вас, как обычно, лайк, подписка на канал, кстати, не забывайте залетать к нам в телеграм-аккаунт, где сейчас проходит розыгрыш на Resident Evil 4 ремейк, да, поэтому переходи по ссылочке в комментариях, участвуй, вдруг тебе повезёт. Вот, и обо всей этой теме, которую мы будем сегодня обсуждать в этом видосе, обязательно пиши своё мнение в комментариях, и давайте начнём. И начну, пожалуй, с того, что я люблю Xbox, как ни странно, и начиная с Xbox 360, по большей степени исключительно играю только на нём. У меня был Xbox One, Xbox One S, Xbox Series S и Xbox Series X, но к одной из консолей я отношусь крайне негативно, и на мой взгляд, именно она как бы помешала почувствовать тот самый Next Gen, и на мой взгляд, она вышла просто не в своё время, и, так скажем, ну просто сейчас оказывается ненужной. И да, эта консоль Xbox One S, та самая мощная консоль в своё время, которая обладала шестью терафлопсами, и была способна выдать тру 4К и 60 фпс. После данного вердикта, многие, а конкретно обладатели данной консоли, будут со мной не согласны, они скажут, Джамбо, ты несёшь чушь, что это вообще такое говоришь, ведь Xbox One это самая мощная там консоль на то время, типа она была даже мощнее PlayStation 4 Pro, ведь именно такое должен быть, я не знаю, Xbox One в начале, якобы при помощи Xbox One, именно Xbox One X, Xbox One якобы обрёл некую популярность, и я отчасти буду с вами согласен. Но, к сожалению, Xbox One X, именно эта консоль создала не очень хорошую тенденцию, и вы сейчас поймёте, о чём я говорю. Если же изначально всегда выходила одна версия консоли, да, давайте вспомним, не знаю, времена PlayStation 2, какую бы ты PlayStation 2 ни купил, ты понимаешь, что она доживёт до конца следующего поколения, если же были какие-то там версии Slim, не Slim, Fatka и так далее, они различались габаритностью, они различались, может быть, я не знаю, какой-то памятью, но так или иначе, никто никогда не говорил про FPS, разрешение, та или на игра пойдёт или не пойдёт, так было и в времена Xbox 360 и PlayStation 3, да, я купил Xbox 360 там Elite, и он у меня прожил до самого конца, там до 2013 или 2014 года, когда вышел Xbox One. Я играл, никогда не парился, у меня даже не было сомнений о том, что выйдет какой-то новый Xbox, да, конкретно Xbox 360 LT Super Pro, и он, по сути, будет лучше, и, соответственно, будет как-то невероятно показывать картинку, никогда на самом деле такого не было, и вот, к сожалению, Xbox One X это очень сильно задал тенденцию, которая происходит даже в девятом поколении консолей. Во-первых, та самая мощная консоль 6-ти трофлопсом стала показывать более чёткую картинку и предлагать пользователям иногда та же 60 FPS, где их, по сути, и не было, а давала, по-моему, ещё более быструю загрузку и улучшение в обратно своими снимок играх, и это, помимо удовольствия, к сожалению, ещё приводило ко многим срачам, когда сами же иксбоксеры засирали иксбоксеров, у которых были консольки, там, не 6-ти трофлопсами, то есть, если ты, там, играл на Xbox One X, чаще всего прослеживалась какая-то фигня о том, что ты якобы чухал обладателей Xbox One S, Xbox One, как же так, вы играете в 720p, и это вообще, это не очень, это стрёмно, типа, фу, быть таким, вы не настоящие иксбоксеры. Поверьте, такое было, потому что на меня тоже в своё время очень много полилось хейта о том, что я не хочу покупать Xbox One X, я просто выпустил видосы и пояснил, что, ребят, я не хочу покупать Xbox One X, потому что мне не нужно 4К, и в целом мне нужна лишь возможность играть в те или иные игры, что, собственно, даже Xbox One мне позволяет это сделать, но нет, оказывается, я не шарю и тому подобные вещи мне писали и так далее. Не, на самом деле, это действительно здорово, когда у тебя есть 4К, 60 FPS, и они тебе нужны были, да, и в какой-то момент выходит консоль, которая в целом может удовлетворить твою потребность, но проблема заключается в том, что очень сильные игроков, к сожалению, вот эту рекламу Terraflops, она запомнила, и я бы сказал, что Terraflops'ы просто въелись в мозг к консольщикам и до сих пор оттуда не уходят. И до сих пор почему-то идёт такая мантра, что если у тебя больше Terraflops, значит, всё будет офигенно, значит, у тебя всё будет там идеально, не будет проседов, у тебя будет всегда там 4К-разрешение, включённо RTX и так далее, к сожалению, это неправда. Ещё проблема заключалась в том, что вот эти Terraflops'ы почему-то многим ребятам, кстати, не многим, а практически всем, так показалось, что за счёт Terraflops'ы Xbox One X перейдёт в новое поколение. И в целом это казалось реально после того, как появлялись новости о том, что новая консоль, а конкретно Xbox One S, о, Xbox Series S, прошу прощения, она будет иметь меньше Terraflops'ы, и, соответственно, когда ты слышишь такую новость, что выходит какая-то новая консоль на Terraflops'ы, там будет поменьше, ты понимаешь, что, блин, а может быть Xbox One X реально прыгнет в новое поколение, ведь у него как бы железо-то мощнее. И, как вы понимаете, слух подтвердился, выходит Xbox Series S, там Terraflops'ы поменьше, и проблема заключается в том, что она, вот эта вот консоль Xbox Series S, оказывается шустрее и актуальнее, поскольку она может и будет тянуть новые игры на протяжении лет пяти, так же, как Xbox Series X. То есть, в отличие от той машины, именно Xbox One X, которая имеет Terraflops'ы побольше. И знаете, если бы не Xbox One X и не та самая реклама Terraflops, которая и побудила относиться к консолям как к ПК, потому что ПКшники любят очень сильно обращать внимание на железо, считать какие-то Terraflops'ы, какую-то производительность, и думать, как же там в теории, ну, в техническом плане консоль может работать, а если бы это не произошло, то консоль Xbox Series S на самом-то деле на сегодняшний момент было бы намного меньше вопросов, и Xbox Series S смотрелось бы куда лучше, нежели смотрится сейчас в глазах многих пользователей. Просто после Xbox Series S реально случилась непонятка. Как это так? Next Gen от того самого 4K, увы, нет. И реально во время Xbox One X споры доходили до того, что многие заявляли, что ниже 4K там просто играть невозможно. А еще помню, как многие к этой консоли там напокупали телеков с HDR и тоже считали это функцию масс-хевной. Забавно то, что когда вышел Next Gen и просуществовал уже как года два, оказывается, основная масса вообще не парится насчет 4K и того самого HDR. И всем оказывается по кайфу играть там в 1080p, но при 60 FPS, конечно же, и наличие HDR никого вообще в принципе не волнует. И опять же, не выйдя Xbox One X в свое время, действительно было бы меньше вопросов по поводу Xbox Series S, да и в целом от Next Gen получился бы куда более клевый эффект. Но поскольку мы уже поняли, что такое 4K и 60 FPS, то переход на Next Gen оказался слишком плавным и, я бы сказал, непонятным. А чего, собственно, до сих пор задаешься вопросом, а для чего тогда вообще нужен был тот самый Next Gen? Понимаю, что из-за игр, но, так скажем, таких байтовых игр, которые бы заставили пересесть на Next Gen, но на самом деле очень мало, хотя прошло уже два года. И, к сожалению, все это подтверждает лишь одно, то, что маркетинг очень сильно влияет на восприятие той или иной фичи, какой-то функции, там 4K и 60 FPS и так далее. Если же в какой-то период времени Тарафлопса это был некий аргумент к тому, почему консоль якобы лучше, ведь она мощнее, а значит картинка будет сочнее, то сейчас, если честно, не понимая, каким образом на Next Gen, не такие уж и крутые в графическом плане игры, иногда идут в 2K разрешение, а не в трушенном 4K. Я не знаю, возьмите тот же V-Long, если вы не знали, то он идет в 2K разрешение. Соответственно, делаем вывод, что чаще всего все эти технологии, цифры, улучшения, это по большей степени маркетинг и просто байт на то, чтобы продать вам что-то новое. И мне почему-то кажется, что выход Pro версии 8-го поколения консоли сделан был отчасти, ну, просто ради того, чтобы ввести некий стандарт TV, ну, в 4K разрешение. Ибо лично я тоже столкнулся все время с этим вопросом, когда я покупал телек, я не нашел телека в Full HD, мне предложили 4K, плюс-минус он там устраивал у нас по цене, мы его купили, и проблема заключалась в том, что после покупки телевизора я реально стал задумываться, блин, может быть мне купить там Xbox One X у меня будет там как бы 4K разрешение, типа вот у меня телек стоит, но уж нужно как-то оправдать, типа вот 4K разрешение, все дела, может быть его купить, но благо мне на самом деле как бы ушла эта мысль сразу, такая нет, нет, давайте так, дождемся нового поколения, в целом я не прогадал. И несмотря на мое нелюбвеобильное отношение к этой консоли, мне в последнее время действительно жалко ее обладателя, поскольку была лимитка киберпанка, которая, кстати, забатила крайне много человек на ее покупку, но извините, она не получит следующего сюжетного обновления для того же киберпанка, который шел в комплекте, тупо не запустит. И не получит некоторые игры, так же как и Xbox One, поскольку срок неактуальности у них получился одинаковый, а все потому, что консоли делятся по поколениям. И пока они существуют, в консолях есть смысл, ибо при их отсутствии консоли будут выпускаться практически каждый год и пойдет неразбериха и минус нормально работающие проекты. О чем речь, если даже при трех версиях на X-Gen консолях, Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5, мы иногда получаем крайне странную оптимизацию. Чем больше устройств, тем, по сути, больше гемора в производительности тех или иных проектов. И поэтому я вот практически на 100% уверен, если же Microsoft дружит с головой, то они ни в коем случае не прокинут Xbox Series S. Я думаю, что она доживет до, по сути, конца этого поколения, поскольку если вдруг Microsoft решит каким-то образом убить Series S или слить путем, типа, вот у нее недостаток железа, она там не может выводить игру ли, да, то она на самом деле очень много потеряет доверия, и в целом вообще мир консоли, он разрушится, поскольку, вот представьте, вы покупаете консоль Xbox Series S, она в какой-то момент умирает, не дожив до конца, то будьте уверены, что Xbox Series X, он тоже может не дожить, поскольку если не доживает хотя бы одна консоль до конца следующего поколения, то просто вот эти вот поколения, они стираются, и, соответственно, там будет, ну, не знаю, какие-то Steam-машин. Выпустят сначала вам, я не знаю, Xbox Series X, там, опять же, 4K, 6FPS, потом выпустят Xbox Series X какой-нибудь Pro версии с RTX, или там 8K разрешение, и это будет гнаться до бесконечности, и они вас будут пытаться просто байтить на покупку тех или иных устройств, если же, опять же, им будет выгодно. Поэтому всем, у кого Xbox Series S, ну, я советую вообще никак не переживать, поскольку она просто обязана дожить до следующего поколения, ибо Microsoft просто закопает саму себя, вот так вот. Ну, а теперь перейдем ко второй части видоса, и если вдруг кто-то не знал, то недавно вышла DM-ка Resident Evil 4. Кстати, спойлер, она клевая, поэтому всем советую затестить. К сожалению, она не будет доступна на консоли Xbox One, и если же сначала это была некая догадка, и непонимание, почему при анонсе не было названия данной консоли, а именно Xbox One, то сейчас это практически факт, ибо демки на этой консоли тупо нет. Многие тиван-эксперты могут сказать, что, мол, Resident Evil 4 не выйдет, потому что Xbox One не тянет, а только в этом есть большая проблема, и заключается в том, что игра выйдет на плойку четвертую, что в целом, как бы, эта консоль не уж-то и мощнее Xbox One. Это не эксклюзив, это вообще непонятно, что произошло, и, честно говоря, я все еще не понимаю причины, по которой это случилось. Комментариев, увы, официальных нет, и виновата ли Sony, либо же Microsoft, ну, а это остается вопросом. Но мне почему-то кажется, что инициатива исходит от Microsoft, ибо они сейчас всеми силами пытаются продать подписку, а она очень хорошо продается вместе с Xbox Series S, которая без дисковода, и, соответственно, хочет поиграть, купи новую консоль. Конечно, есть вариант, что это вход и от Sony, мол, мы доплатили, и наши пользователи точно поиграют в эту игру, независимо от платформы, но узнаем ответ, думаю, при выходе, ну, или когда-то в будущем. И тут, кстати, тоже очень интересно получилось, что при всех заявлениях Microsoft о том, что они будут поддерживать старое поколение, оно капец как важно, они почему-то не могут договориться на выход той или иной мультиплатформы. Кстати, если вы не знали, то такая же ситуация будет, по-моему, с игрой Street Fighter, то есть она тоже выйдет на плойку четвертую, но не выйдет на все консоли Xbox One, и включая Xbox One X, потому что поколение. В итоге, несмотря на это, да, на все вот эти заявления Microsoft, почему-то она все равно выпускала эксклюзивы, которые были недоступны на Xbox One, да, хотя они, я бы не сказал, что они какие-то топовые. Вот, например, вспомнить тоже с Корн, да, ну, что там не потянуть на том же Xbox One? Непонятно. Окей, снисти разрешение, снисти, не знаю, FPS, дайте там поиграть в 30 кадров, но так или иначе, при помощи оптимизации, да, это мое любимое слово, этот проект мог бы без проблем бы подтянуться, но, увы, они почему-то, ну, консольщиков, а именно обладателей Xbox One, ну, тупо прокинули. Просто, если внимательно изучить стратегию Sony и Microsoft, то кажется, что Sony как раз-таки в начале девятого поколения консоли, а именно X-Gen, они практически сразу заявляли, что нет, ребята, выйдет на X-Gen, у нас будет только плойка пятой, все игры будут входить только на плойку пятую, но получилось, опять же, если сравнить с Microsoft, совершенно наоборот, то есть, если Microsoft сначала заявляла, что все будет окей, классно, мы будем поддерживать, в итоге раз, и она, ну, опрокидывает свою консоль намного быстрее, нежели это делает Sony, которая заявляла обратное, да, например, тот же Good of War, насколько я помню, он должен был выйти, по слухам, опять же, только для плойки пятой, извините, ребята, вот вам еще PS4, вот, поэтому эта политика, на самом деле, очень странная, я очень не понимаю, как она разнится с простыми заявлениями, с простыми словами, говорят одно, делать другое, кому верить, непонятно, и, честно говоря, я не очень понимаю, почему такие вот вопросы не поднимаются, почему не идет какой-то, знаете, немножко такой вопрос в интернете, ребята, Microsoft Field, скажите, почему, например, Resident Evil не выходит именно для Xbox One, что за фигня, знаете, такой вот момент, на самом деле, происходит уже второй раз, ну, просто мне не до понимания, почему, опять же, эти вопросы не поднимаются, когда вышла Halo Infinite, если что, она в мультиплеере, это эксклюзив консоли, идет в 30 FPS, я практически не видел комментариев, которые писали, ребят, я вот имею консоль Xbox One, играю в эксклюзив Halo, да, который был анонсирован, по сути, для этой консоли, он идет в мультиплеере, опять же, хочу заметить, не в компании, не в открытой мире и так далее, в мультиплеере идет в 30 FPS, скажите, что это за фигня, фил, не было какого-то понятия вопроса, потому что, ну, чаще всего, когда что-то не нравится, опять же, атакуют в Twitter, как-то, я не знаю, спаянт вопросами, ничего, просто вот ноль эмоций, ну, типа, 30 FPS, ну, ничего, я играю, это очень странно, на самом деле, отношение к обладателям Xbox One, которых, кстати, я думаю, что достаточно, но, почему такое происходит, просто, я реально не понимаю, опять же, если вы будете склонять вопрос к тому, что, вот, когда вы говорите о консолях, потому что, все здесь решает, оптимизон, просто оптимизон, я не знаю, вспомните, игры, которые выходили, там, на Xbox 360, да, и там не было практически вопросов, посмотрите на то, какие игры выходят сейчас, да, там, посмотрите на Gotham Knight, он выглядит хуже, чем, я не знаю, Arkham Knight, у вас остались вопросы по этому поводу, ребят, просто скажите мне, почему, там, я не знаю, Terraflops больше, железо мощнее, но игры графически не выходят, такими, как выходили, то есть, например, в девятом поколении практически, я не помню ни одной игры, которая бы, например, потягалась с графоном, там, с графоном Uncharted, который вышел, там, по-моему, в 2017 году, или 2016, может быть, в 2018, с игрой, например, Rise in Rima, ну, у меня реально по этому поводу вопросы, и как мне кажется, с Next Gen, нам вообще просто, нас обманули, вот реально. Вот, кстати, напишите прямо сейчас ваше мнение по этому поводу, не кажется ли вам странным отношение к пользователям Xbox One, даже со стороны Microsoft, вот, напишите, как вам вообще переход с Xbox One X на Next Gen Xbox Series S, и, наверное, у меня на этом все. Большое спасибо за просмотр, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok